МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы являемся свидетелями достижений человечества в области возобновляемой энергетики и передовых технологий, предназначенных для развития зелёной экономики. Экспо. Энергия будущего. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Является проект одной из крупных солнечных электростанций мира, строительство которой началось близ города Дубай. По подсчётам, мощность солнечного парка будет доходить до 5 гигаватт к 2030 году. В павильоне наглядно демонстрируется, на что способна энергия Солнца. Она может обеспечить электричеством даже целый город-небоскрёб. Объединённые Арабские Эмираты фокусируются на энергии будущего. Павильон представляет общие цели с Казахстаном. На этой стене вы можете увидеть слова прежнего президента шейха, Заида Аль-Нахайяна, где подчёркивается важность инвестирования в подрастающее поколение. Согласно этому, Арабские Эмираты инвестируют как в энергию будущего, так и в человеческие ресурсы. Дружелюбные волонтёры молодёжной арабской организации «Токатов» ежедневно демонстрируют культуру народа, исполняют традиционные песни под мотивы национальных музыкальных инструментов. А гимн Эмиратов здесь звучит каждый день. Фото на память с волонтёрами стало традицией павильона. Грусть о скором завершении экспо развеется именно в секции ОАЭ, ведь предстоящая выставка в 2020 году будет проходить в Дубае. Выставочные соревнования проходят уже сегодня. Так хозяйкой Экспо-2022 претендует стать Польша. Город, созданный заново. Так звучит предлагаемый польский девиз. По прогнозам учёных, к 2050 году около 70% населения Земли будет проживать в городе. Я хочу подчеркнуть, что мы очень тщательно учтили успешный опыт Казахстана. И я хотел, конечно, пользуясь случайно, поздравить Казахстан с таким грандиозным масштабным мероприятием, которым является Остана Экспо-2017. И всех приглашаю посетить Польшу, город Луч в 2022 году, чтобы осмотреть наше экспо. Сердечно приглашаю. На 2023 год претендентам на проведение Экспо выступили США. Американцы предлагают организовать выставку на тему «Здоровые люди, здоровая планета». Между тем, их конкурентом является аргентинский город Буэнос-Айрес с лозунгом «Креативная индустрия в цифровой конвергенции». Мы надеемся, что Буэнос-Айрес станет столицей Экспо, которая пройдет в 2023 году. Это важно не только для Аргентины, но и для всего нашего материка. Ведь если мы получим право на проведение этого Экспо, Аргентина станет первой латиноамериканской страной, где состоится международная выставка. Экспо – грандиозные события в истории Казахстана. Примечательно, что в молодой столице мира Астане встретились 115 стран под общей целью развития энергии будущего. Вместе с тем народ Казахстана смог познакомиться с инновациями, культурой и творчеством многих государств. Посетили выставку в Астане больше трех миллионов гостей. Каждый ознакомился с новыми проектами и концепциями павильонов других народов. В целом за этот период прошло 12 конференций в рамках форума «Энергия будущего». Лучшие умы и эксперты отрасли всех стран-участниц обсуждали пути развития человечества. С проведением международного события Казахстан получил новый опыт для устойчивого энергетического развития. Наибольшее впечатление или нам, ну уже как патриоты, понравился павильон Казахстана. Здесь все доступно и свободно можно просмотреть все наши достижения и мировые, и в том числе Казахстана. Приятно было увидеть всякие инсталляции, очень голография 3D, было интересно задумано, сделано, наши биотехнологии, как они сделаны. Было интересно читать, узнавать и познавать, соответственно, новое для себя. Всемирная выставка с богатой историей в 166 лет является двигателем прогресса во всем мире. До новых встреч!